Музыка Одно из показательных упражнений для разработки пластики тела для более плотного ощущения партнеров является упражнение под ходом названия мыло Ваша задача по принципу мыло, когда вы моете руки выскользнуть, когда оно постоянно пытается выскользнуть вдруг то же самое выскользнуть из партнеров, которые вас сжимают плотным кольцом Один нюанс в выполнении этого упражнения, что мы не используем руки, мы не используем силу корпуса Мы используем только пластику нашего тела За счет пластики нашего тела мы пытаемся выскользнуть сквозь образовавшееся окно между партнерами и выйти наружу Но ни в коем случае, как я уже сказал, не используем толчковые движения Движения, раздвигающие партнеров руками Можно в этом упражнении использовать поработать так же тазом Поработать так же тазом на соосные движения вместе с телом Вы начинаете выскользовать из партнеров и ищете слабые места Но не за счет отталкивания, а за счет движения тела И движения таза Упражнение само по себе очень интересное, но разливает все тело Начиная от передвижения, заканчивая работой верхней части корпуса Теперь мои курсанты продемонстрируют, как они видят понимание этого упражнения Упражнение на сваливание партнеров Аналогично предыдущему упражнению Мы начинаем из положения полной замкнутости со всех сторон Начинаем потихонечку сваливать партнеров Ваша задача в этом упражнении Это не сойти с места То есть не поворачиваться к конкретному партнеру Даже если партнер стоит со спины Его нужно ощущать спиной и работать уже по своим ощущениям Но ни в коем случае не поворачиваться к каждому партнеру лицом Это будет ошибка Вы должны научиться работать и не видя Только ощущая за счет тесного контакта с партнером ваши движения Вас зажимают плотным кольцом И вы начинаете работать пока по одному С каждым партнером по одному Но давление в этом упражнении всех партнеров должно Оставаться на протяжении всего упражнения постоянно С каждым партнером по одному С каждым партнером по одному Давление остается постоянным и работают на контакте Тот партнер, который остался сзади, я не поворачиваюсь, как я уже говорил, к нему Я пытаюсь спалить его по отношению своих ощущений Следующее упражнение будет заключаться в аналоге предыдущего Как вы заметили, идет цепочка Построена таким образом, что у вас сложился правильный модер движений И в дальнейшем вы могли это совершенствовать самостоятельно Упражнение заключается в следующем Партнеры начинают также сжимать вас плотным кольцом Но теперь уже свобода передвижений полная Основная ошибка Хотелось бы именно отметить сначала ошибку Чтобы она не допускалась Является то, что вы начинаете завязывать в одном партнере Еще один момент Партнеры в этой работе не обязательно должны у вас падать То есть, опять же, ошибочное мнение, что партнер должен упасть Не всегда это происходит в реальной блокопашной схватке Поэтому, даже если партнеры не упали у вас Ничего страшного, главное, чтобы вы постоянно работали в движении и были цельными Снова исходное продолжение Глаз сжимаю И вы начинаете оттягивать Начинать работу, если вы сбежите ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вращение должно, как я уже говорил, на принципу левой Затем это движение, кто нам поможет нам Следующим подводящим управлением Будет являться работа плотного пространства в тесном Работа смежная То есть, сразу же будут атаковать два партнера И работа разносторонняя Будет атаковать один партнер рукой Второй партнер будет атаковать ногой Чтобы развить чувство Не только работа, например, на верхний уровень Или на уровень корпуса Но и работу на атаку ног Чтобы видеть партнера со всех сторон И со всех ракурсов Атака должна быть обязательно Разносторонняя и одновременная Чтобы привыкнуть к получению удара И принятию удара С разных сторон одновременно А не по очереди Как это часто практикуется В некоторых стиле боевых спуск Партнеры становятся по четырем сторонам Впереди позади, справа слева от вас И начинается смежная атака Эти партнеры работают одновременно самостоятельно Эти партнеры также работают одновременно самостоятельно Давайте вторую партнер сначала Давайте вторую партнер как бы двое разорвать И две секунды потом вы А потом уже как бы чуть-чуть повар Чтобы вам что-то показать Поним, да? Две секунды плавал, а потом вы Два года Сюда Звучит Два 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 Двое Обязательно должны идти удары одновременно, не забывайте про это. Удар должен быть одновременный, что у правого нападающего, что у левого нападающего. Чтобы вам поработать со сходящимися силами одновременно. После этого начинаем потихонечку вращаться по кругу. Продолжение следует... 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 Сначала следует... Продолжение следует... Движения должны быть не прямолинейного характера, хотя и это тоже встречается, а больше спиралевидного и кругового. Тогда у вас есть шанс выйти из этой ситуации. Работа начинается с медленной скорости, и поэтому потихоньку, постепенно она начинает нарастать, чтобы вы немножечко привыкли к скорости и получаемый удар. Получать удары даже необходимо. Почему? Потому что нужно привыкнуть, оценивать ситуацию для начала, затем уже, конечно, избегать этих ударов.